Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Сегодня очень важный день для всех трейдеров, инвесторов. Сегодня день выборов в США. Важнейшее фундаментальное событие и, соответственно, ожидание значительного роста волатильности на финансовых рынках. Можно сказать то, что волатильность это движение, за которыми скрываются возможности, это все так. Но сегодня я не в свойственной для себя манере, все-таки хочу сделать акцент. Если вы не уверены в том, как вы собираетесь действовать на финансовых рынках, если вам до сих пор не удалось принять решение, кого вы поддерживаете, покупателей доллара, либо продавцов, покупателей фондового рынка США, либо тех, кто делает оставку на снижение, вам, возможно, друзья, лучше, говоря трейдерским языком сегодня посидеть на заборе, понаблюдать за происходящим со стороны. Прежде чем рынок устаканится, прежде чем мы увидим какие-то трендовые движения, безусловно, вот эта бешеная волатильность, которую мы помним даже по 2016 году, может очень многих оставить без средств на депозитах, потому что движения могут превысить несколько фигур по большинству валютных пар, если брать те же самые фонды в индексы, это несколько процентов. Но если, друзья, вы все-таки правильно подходите к анализу фундаментальных событий, вы знаете, что трейдинг, эффективный трейдинг, это прежде всего забег на длинную дистанцию, готовы работать с долгосрочными ожиданиями, я приветствую вас перед этим событием и очень рассчитываю и надеюсь на то, что вы знаете, как собираетесь действовать. Я сегодня традиционно расскажу о своей позиции. Те, друзья, кто не знает, моя позиция довольно простая. Я ставлю на снижение курса доллара, американского доллара и, соответственно, роста американского фондового рынка. Можно обо всем по порядку. Прежде не забывайте, друзья, то, что нужно подписываться на наш канал Аламаркетс, оставлять вопросы, если они есть. Я думаю, что вопросов будет очень много. Уверен, все захотят разобраться в том, что будет в США. Дальше это нормально, друзья, поэтому я приглашаю вас всех. Настоятельно даже рекомендую. Пишите комментарии, давайте усиливать нашу двустороннюю коммуникацию. Ну и не забывайте ставить лайки. Ну что ж, индекс доллара 93.98. Я думаю, то, что какой-то период времени американская валюта еще будет относительно устойчивой. Ну, во-первых, потому что сейчас выборы — это по-прежнему еще как завеса именно политическая и неизвестность, кто займет кресло президента следующим — Трамп или, собственно, Байден. Неопределенность, которая сохраняется, мотивирует трейдеров сейчас не торопиться с открытием новых позиций. Это правильная тактика. Конечно же, нужно понять, что произошло, и уже после этого действовать от обратного, когда будет ясно, кто президент, какая политическая программа и что потенциально может произойти в ходе их президентского срока. Также ситуация с ковидом, она становится все хуже и хуже. Повсеместные локдауны. Франция, Германия, Италия, Англия. Англия, кстати, анонсировала то, что с этого четверга вступает в силу общий национальный карантин, который продлится до начала декабря. Но большинство экспертов, которые анализируют сейчас больше статистики по коронавирусу, считают, что и Франция, и Германия, и Англия, скорее всего, продлят вот эти карантины до конца 2020 года. И сделают правильно, потому что нужно в корне ломать вот эту нездоровую тенденцию, и об экономических последствиях изоляции думать уже после. Касательно индекса американского доллара и выборов. Я думаю то, что доллар недолго будет чувствовать себя бодряком и находиться на текущих значениях. Мы можем, знаете, с какой стороны, зайти с позиции вообще будущих изменений денежно-кредитной политики США, то есть отталкиваться от позиции Федрезерва. Ставки остаются низкими, инфляционные таргетирования, бешеные монетарные стимулы. Это все будет при любом президенте. Поэтому на какой-то период времени только с этой позиции можно говорить, что какого-то потенциала роста у доллара точно не будет. Политическая неопределенность рано или поздно пройдет. Был прецедент в 2000 году, когда президентом стал Джордж Буш. Тогда после выборов период от их официального завершения и до объявления имени президента прошел целый месяц. Возможно, что-то подобное повторится и сейчас. Потому что есть очень высокий риск того, что отрыв между Трампом и Байденом будет минимальным. Соответственно, и республиканцы, и демократы будут использовать этот минимальный отрыв для того, чтобы обвинить в каких-то фальсификациях, собственно, противоположную партию. Спорные результаты, потенциальные беспорядки, промедление задержков в подсчете голосов из-за того, что очень много бюллетеней было подано дистанционно. Это все риски, конечно же. Это то, что сейчас, с одной стороны, поддерживает курсы доллара как защитный инструмент, но, с другой стороны, эта поддержка очень быстро сойдет на нет. Мы узнаем имя следующего президента. И, честно говоря, друзья, не имеет значения, будет ли это Трамп или Байден. Много раз я уже говорил. Первое, что им нужно будет сделать, это помочь экономике из-за ситуации с ковидом. То есть, потребуются новые меры экономического стимулирования. Эксперты Goldman Sachs прогнозируют, что бешеные деньги американская экономика получит, если Байден станет президентом и получит тотальное большинство в Конгрессе. Выборы ведь тоже и в рамках Сената проходят. Бешеные стимулы – это больше 2,5 трлн долларов. Если Трамп поддержит победу, то вопрос стимулирующих мер и вот этого фонда, он может упираться в диапазон емкости фонда от 1,7 трлн до 2 трлн. Но я считаю, что это не суть. Важно, это не такое уж и критическое отличие между этими фондами. Самое главное – это очень большие деньги, это инъекции дополнительной ликвидности. И вспомните, как рынок отреагировал на подобные деньги в первом квартале 2020 года. То же самое обязательно должно повториться и сейчас, потому что иного не дано. Фондовый рынок не может отреагировать падением на дополнительное стимулирование. Доллар не может вырасти в условиях, когда увеличивают настолько денежную массу и собственноручно создают значительные риски инфляции. Поэтому в сухом остатке у нас получается. Мы готовимся к волатильности. Допускаем, что на сомнениях, на спорных результатах до конца этой недели вполне возможно, что рынок будет штормить. Но после этого тенденции все-таки выровняются, определится тренд. И я без какой-либо доли сомнений сейчас, если не произойдет что-то невероятного, что даже я не могу предположить и допустить сейчас, индекс американского доллара будет готовиться к этим мерам поддержки и, соответственно, начнет потихоньку развивать нисходящую динамику. Золото в связи с этим, ставка на рост. Потихоньку золото восстанавливается. Уже 1892 доллара за тройскую унцию. Ждем, соответственно, золото выше 1900. Поищите в интернете прогнозы и цели от инвестбанков. Вы увидите, что многие склоняются в пользу того, что будет сделана цель 1950 и 2000. Евро против доллара 1.1651. Не вижу особых причин и не опасаюсь даже, что европейская валюта уйдет существенно ниже отметки 1.16. При слабости доллара ставка на восстановление евро останется в приоритете. Фунт исключения. Я поставил отложку с селлими с уровня 1.30. Друзья, и несмотря на потенциальную слабость доллара, все-таки буду выступать за отработку идеи продажи британца из-за общенационального карантина, из-за того, что в этот четверг вполне возможно Банк Англии анонсировать новые меры экономического стимулирования и все-таки еще неприятную ситуацию отсутствия прогресса по Брекзиту. Нефть 38.96 больше 5% нефть за вчерашний день прибавила и еще раз убедила меня в том, что от этого инструмента нужно держаться подальше. При такой волатильности, друзья. Австралиец 0.7041. Я рекомендую поставить отложку по этой валютной паре с уровня 0.70. Сегодня Резервный банк Австралии снизил процентную ставку и увеличил программу количественного смягчения. Этот фон оказал нейтральное воздействие на австралийца. Если больше какого-то негатива я не вижу для этого инструмента и при слабости доллара будем покупать с отметки 0.70. Друзья, хорошей вам торговой сессии. Увидимся завтра. Завтра будем, надеюсь, говорить о каких-то конкретных вещах по выборам. Хорошей торговой сессии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok